Девушки отдыхают Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Меня зовут Света, а в гостях у меня сегодня Машенька и Арсений. Давайте присядем с вами. Мария, ты сюда. Ребята, скажите, а вы знаете, где вы оказались сегодня? На телевидении. Так, Мария, а ты? На телевидении. Просто на телевидении. Но я вам скажу больше. Правильно, на телевидении. Ребята, вы оказались в стране безопасности. Сейчас вам и нашим маленьким телезрителям я объясню, что это за место. Ребята, страна безопасности – это удивительное место, где с вами никогда и ничего плохого никогда не случится. На протяжении четырех дней мы будем с вами не только учиться основным правилам безопасности, но и постараемся объяснить их нашим маленьким телезрителям. Это первый момент. И второй очень приятный. Дело в том, что с вами будем не просто учить, как обычный урок, получать полезные знания, но и будем соревноваться. И в конце четвертого игрового дня победитель получит главный приз и звание специалиста по детской безопасности. Но сразу скажу, что тот, кто проиграет, без подарка тоже не останется. Ребята, может быть, вы уже обратили внимание, что на рисунках, которые изображены у каждого на доске, есть предметы, которые могут быть как одновременно и полезными, так и опасными. И как раз таки это и станет темой нашего сегодняшнего соревнования. И я предлагаю приступить незамедлительно к первому конкурсу. Суть его такова. Внимательно слушайте условия конкурса. Я буду вам загадывать загадку. Отгадка находится на доске. Мария, твоя будет доска слева, твоя Арсений справа. Как только я заканчиваю читать загадку, но нужно дождаться, пока я закончу ее читать, вы быстренько мчитесь каждый к своей доске, берете правильный ответ и приносите мне. За каждый правильный ответ одна фишка. Вы зарабатывать будете фишечки. Тот, кто справится с этим заданием быстрее, получит еще одну фишку. И если вдруг вам удастся назвать, чем этот предмет может быть полезен, либо опасен, то вы заработаете еще одну фишку. Итого три фишки. Есть возможность у вас заработать. Так что старайтесь. Ну что, начнем? Понятно все? Хорошо. Отгадываем загадки. Зимой в часы веселья. Вишу на яркой еле я. Стреляю точно пушка. Зовут меня. Побежали. Кто стреляет словно пушка? Так, что это у нас, ребята? Хлопушка. Хлопушка. Правильно ответили. Молодцы. Ответили правильно. Поэтому и Арсений зарабатывает фишку за правильный ответ, и Мария фишку зарабатывает. Кладу тебе в коробочку. Маша, ты будешь называть полезные свойства, Арсений опасные. Так? Итак, Мария, чем хлопушка может быть полезна? Потому что дети всегда рады. Потому что всегда в ней какой-нибудь сюрприз есть. Хлопушка – это всегда праздник. Правильно, Мария, молодец. Заработала фишечку. Держи. Арсений, а чем она может быть опасна? Как ты думаешь? Она, когда взрывается, может произойти что-то плохое. Она может загореться, там, бабахнуть в человека другого, в дерево, и оно загорится. И поэтому будет в другие деревья гореть, ну и так далее. В конце концов, она просто испугает, может, человека, правда? Да. Молодец, Арсений. И ты заработал фишку. Держи. Итак, ребята, внимательно слушаем вторую загадку. Не забудьте, что это задание на скорость. И рубашки, и штанишки гладит он для вас детишки. Но запомните, друзья, что играть вам с ним нельзя. Побежали. Быстрее, быстрее, быстрее. Арсений, молодцы. Опять правильно справились. Что это у нас изображено? Утюг. Утюг. Молодцы. Так, Арсений, чуть быстрее в следующий раз. Смотри, она опять заработала за скорость фишку. Мария, держи за правильный ответ. Ну а теперь что? По традиции опасные полезные свойства попробуем назвать. Арсений, давай на этот раз ты полезные назовешь, а Мария попробует сказать, чем утюг может быть опасен. Давай, Арсений, ты как мужчина начинай. Чем утюг полезен в нашей жизни? Им можно гладить все. И рубашки, и все остальное. Да, именно благодаря ему ты всегда ходишь в школу выглаженный, красивый мальчик. Правильно, это очень полезное и нужное свойство утюга. Мария, а чем опасен может быть этот предмет? Если его не выключить и забыть, тогда он может привести пожар и может сгореться весь дом. Молодцы, ребятки. Итак, слушаем третью. Я пыхчу, пыхчу, пыхчу. Больше греться не хочу. Крышка громко зазвенела. Пейте чай. Вода вскипела. Побежали. Быстрее, быстрее. Ах, какие молодцы. И правильно, и одновременно. Что это у нас? Чайник. Чайник. Так, ну что, полезные и опасные свойства. Кто назовет полезные? Арсений полезный, значит Мария опасная. Мария, опасные какие могут быть свойства чайника? Он может загореться и вся кухня загорится. Правильно, Мария. Арсений, а какие полезные свойства чайника? Можно пить чай. Молодцы, ребятушки. Еще по фишке вам. Держи, Мария. За полезные и опасные свойства. Держите. Ну и последняя загадка первого конкурса. Слушаем внимательно. Это тесный, тесный дом. Сто сестричек жмутся в нем, и любая из сестер может вспыхнуть, как костер. Побежали, Мария. Быстро. Опять вместе. Ну ты посмотри, что делается. Какие сильные соперники у нас сегодня. Что это у нас? Спички. Спички. Молодцы. Мария, полезные свойства, Арсений опасные. Мария, начинай. Можно, если у тебя чайник не так включается, можно спичкой его включить по печеньку. Чем они могут быть опасны, Арсений? Если в дерево втокнуть палку, то тогда может загореться весь лес. Конечно. Если неправильно с ними обращаться, то может случиться пожар и всякое разное многое. Ребятки, молодцы. Еще по фишке. Ребята, а вы знаете, что есть люди, которые об опасных ситуациях знают практически все? Как вы думаете, где и кем они работают? Полиция. Так, Маша, а ты как думаешь? Пожарные. Да, вы правильно говорите. Самые главные вообще специалисты по борьбе с чрезвычайными ситуациями как раз таки работают в Министерстве таких чрезвычайных ситуаций. МЧС. Или, коротко, да, Арсений, правильно, МЧС. И сейчас я хочу вас познакомить с очень интересной тетей. Ее зовут Маша, тетя Маша. И она является инспектором МЧС. Готовы ко встрече с тетей Машей? Да. Хорошо, поворачиваемся тогда к экрану телевизора. Ребята, привет! Здравствуйте! Здрасте! Здрасте! Меня зовут Мария Александровна. Я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Сегодня мы поговорим с вами о таком полезном и одновременно опасном веществе, как бытовой газ. Он известен каждому из вас. Именно при его помощи мы готовим и греем еду на газовой плите. В некоторых домах он используется для того, чтобы было тепло. Но газ может представлять реальную угрозу для жизни человека в случае его утечки. Ребята, утечка газа в квартире может случиться по многим причинам. Например, при неисправности газового оборудования или невнимательности самих жильцов во время приготовления пищи. Сейчас я вам расскажу, как почувствовать запах газа и как при этом надо действовать. При любом обращении с газом действовать надо очень осторожно, ведь газ в смеси с воздухом взрыво-пожароопасен. Газ имеет очень резкий, необычный запах. Если вы почувствовали запах газа, ни в коем случае не зажигайте огонь, не включайте свет и электроприборы. Немедленно сообщите взрослым. Если взрослых поблизости не оказалось, откройте все окна и сообщите о случившемся по телефону 104. Если запах в квартире очень сильный, то ничего не предпринимайте и немедленно покиньте помещение. Обязательно запомните эти правила. А на сегодня это все. Я желаю вам удачи и, конечно, победы. Ребята, наш первый конкурсный день с вами подходит к своему завершению. Но на сегодня у меня еще осталось для вас еще одно испытание, самое главное. Сейчас я проверю, насколько внимательно вы слушали тетю Машу, потому что она вам давала очень полезную информацию. Суть этого задания в том, заключается, что я буду вам читать высказывание. Оно, ребята, может быть как правильным, так и неправильным. Если высказывание правильное, вы согласны с тем, что я прочитала, вы поднимаете зеленую карточку. Если же высказывание неправильно, то вы поднимаете карточку красную. Ясно? Хорошо. В принципе, этого конкурса понятно вам? Хорошо. Ребята, это задание, кроме того, на скорость. То есть, кто быстрее поднимет, тот получит дополнительную фишку за правильный ответ фишку. Если вдруг один не будет знать, другой будет дополнять, то и фишки переходят тому, кто ответит правильно. Ясно? Так что вспоминайте, что говорила тетя Маша. Итак, ребята, первое высказывание. Газ может быть опасен. Молодцы, ребята. Газ действительно может быть опасен. Ответили одновременно, ответили правильно. Поэтому и за скорость, и за правильный ответ. Каждому две фишки. Держи, Машенька, твои две. И твои, Арсений. Держи. Следующее высказывание. Опускаем карточки пока и слушаем. Если почувствовали запах газа, надо зажечь спичку. Надо зажечь спичку, если почувствовали запах газа. Конечно, ни в коем случае, потому что произойдет взрыв, Арсений. Машенька сообразила правильно, быстро, поэтому две фишки. Молодец, держи. Арсений, будь внимателен. Следующее высказывание. При утечке газа надо звонить 104. Маш, надо было взять в две руки, чтобы было удобнее. Ответила правильно, получишь за это фишечку. Но за скорость получит фишку Арсений. В разные ручки. Одну карточку в одной, держи. Так, и Маша одна за правильный ответ. Арсений, молодец. Итак, последнее высказывание. Будьте внимательны. Маша, в две руки карточки берем. Вот так. Если почувствовали запах газа, надо закрыть окна и сидеть дома. Правильно. Ответили правильно и одновременно. Каждому по две фишки. Молодцы, ребят. Вы знаете, довольна я тем, как вы внимательно слушали тетю Машу. Опускай уже, Арсений, опускай. Держи свои фишечки. Ребятки, молодцы. Ну что, я обещала вам, что это будет последнее задание на сегодня. И сейчас мы с вами будем подводить итоги, сколько же вам удалось заработать сегодня фишек. Арсений, клади карточки и считай фишки. Держи свои фишки. Держи свои фишки. Мне 16. О, Машеньке 16. 14 и 16. Ребята, это огромное количество фишек. Вы молодцы. И главное, практически одинаковое количество. Всего лишь на две фишки Машка опережает Арсений. Ребятки, молодцы. Это всего лишь первый конкурсный день. Уже столько заработанного. Впереди еще три, три игровых дня. Завтра встречаемся снова и боремся за победу. Договорились? Ребята, до завтра. До встречи в стране безопасности. Пока-пока. Пока-пока.